Когда-то Анна Антоновна даже не знала, как включить компьютер. И это век всеобщей компьютеризации, когда даже запись к врачу осуществляется через интернет. Теперь выпускница компьютерных курсов не стоит в очереди в регистратуру, интересуется ассортиментом интернет-магазинов и все чаще звонит по скайпу родственникам на Украину. Спасибо нашему преподавателю, он очень хорошо преподавал. Все нам, мы уже в таком возрасте, что слету не воспринимаем, он нам все объяснял, все записывал от и до. Поэтому я очень довольна. Среди одинцовских пенсионеров компьютерные курсы самые востребованные. Из почти 200 выпускников 108 закончили именно их. На втором месте по популярности английский язык. Приобщиться к иностранной культуре на этот раз захотели 48 человек. Чуть менее востребованы такие направления, как основы правовых знаний и дачники-удачники. Всего же на курсах для пожилых людей за все время их существования отучились больше 2000 человек. Именно старшее поколение иногда стесняется пойти на такие курсы. Иногда, ну как-то считает, что вот ему уже там 70 или больше лет, и вот зачем мне это надо. А когда приходит, когда окунается во все те возможности, которые дает интернет, компьютер, то сразу понимает, что это второе приобретение общения, вторая, по сути, жизнь, которая дается сегодняшней техникой и сегодняшней передовыми технологиями. Для многих слушателей эти курсы – возможность не только узнать что-то новое, но и пообщаться. После выхода на пенсию дефицит общения ощущается наиболее остро, а на занятиях много единомышленников, которые со временем становятся друзьями. Во-первых, люди вовлекаются как-то в общественную жизнь, вот, для себя что-то получают, общаются с людьми, вот, и поэтому не остается в стороне. Все-таки пенсионеры что-то хочется нам еще узнать даже, хоть в таком возрасте, поэтому все довольны. Запись на курсы по всем направлениям продолжается. Главное условие – пенсионный возраст и постоянная регистрация в городском поселении Одинцова. Обучение бесплатное.